С вами Нильфгорн и это игра Планет Номадс. Я безумно рад, что вам эта игра нравится, и нравятся мои видео по этой игре. Я немножечко за кадром модернизирую, немножко делаю апгрейд своей базы. Ну, какие-то планы у меня есть, и я их придерживаюсь. План есть, и я его придерживаюсь, как говорится. Но давайте вернёмся к моему вездеходу. Вот эта вот модель, конечно, она такая, ну как сказать, она была построена в потных и жарких пустынных... Там, обиталищах, да? Но вот эта модель уже более проработанная. И, кстати, да, ребят, у меня новая версия игры подарена самими разработчиками. И, наконец-таки, у меня появились фары! Да, ребятки, у меня появились фары, которые чё-то не работают. А чё, не работаем? Не работают. Не работают. Непонятно, почему не работают, честно говоря. Хотя должны. Наверное, что, скорее всего, нужно им отдельное электричество. Я, вроде, переставил фары немножечко, и они как бы светят, но как бы и не светят, и непонятно, честно говоря. Но вот, вроде бы должны, да, светить, как бы, то есть их можно включить и выключить. Но, в общем, немножечко в этом плане непонятно. Здесь я с фарами немножко не разобрался. И жалко, что их вообще нельзя включить издалека. Что же ещё изменилось? Во-первых, изменился вид еды, воды, да, как это отображается. Здесь у нас появился спидометр странный какой-то, КПХ. Что это такое? Я, честно говоря, ребят, не знаю, что такое КПХ. Если кто-то знает, то вы мне скажите, а то я расшифровать что-то как-то не могу. Так, ну и чем мы сегодня, собственно говоря, займёмся? А займёмся мы тем, что мы будем обустраивать, обустраивать наше устройство сверху. В первую очередь нам нужно надстроить базу какую-то, да, то есть какую-то основу сделать, потому что всё-таки работать есть над чем, работать есть куда, так скажем, да, то есть... И поэтому здесь вот, может быть, даже ещё повыше можно поднять, потому что эта подвесочка будет нагружена. Так, окей. А, ну ладно. Что нам нужно сделать? Нам сюда нужно установить капсулу, нам нужно установить некоторые детали, обязательно капсулу сна, это в любом случае. Потом производство еды, два, ну, два или один 3D принтер, производство еды и, конечно же, генератор. В принципе, генератор можно взять вот такой вот. Вот, с одной стороны, вообще можно... Единственное, ну, как бы, вообще можно поставить его сюда и не париться. Но единственное, вот, симметрия, уже симметрия не соблюдается, и меня это немножко раздражает, то, что мы не можем воткнуть сюда генератор именно из-за того, что он внешне будет плохо смотреться. Хотя мы можем его, к примеру, вот так вот положить, потом вот так вот развернуть и вот так вот его положить вообще. Но хотя он даже так симметрично не устанавливается. Ладно. Ладненько, ладненько. Что еще сюда можно поставить? Вот как должно светить, вот. А эти фары не светят. Я не знаю, что с ними не так. Может быть, надо перезайти? Я перезашел, теперь они вообще не включаются, не выключаются. Я, честно говоря, вот. Вот это вот включается, выключается. А это ничего с ней не происходит. Хотя электричество подведено. Хотя электричество подведено. Кстати, вот этот вот получается... Ну-ка, разделим. Оп, еще раз сделаем. Вот так вот, чисто. Оп. Ну, не работает. Все, ладно. Все, перестали с батарейки возиться. Что еще? Хотелось бы как-то задекорировать это устройство. Но тут есть проблема. Любой блок, который я сюда добавляю, оно понижает, повышает нагрузку на подвеску. Но, в принципе, давайте пробовать. Это все-таки тестовый вариант, да. То есть, и давайте нагружать. Нагружать как можно больше. С чего начнем? Наверное, с установки основных устройств, да. Это обязательно нам нужно вот это вот устройство. Вот это вот, чтобы готовить еду. Потому что выращивать... Ну, в общем, мы все можем найти, но приготовить мы не сможем, да. То есть, в любом случае, нам нужно вот это устройство. Так, вот оно, по-моему... Или нет. Как оно вообще называется? А, FAD-машин. Так, вот эта капсула нам понадобится. Так, сундуки, конечно же. FAD-машин. Вот она, FAD-машин. Так, отлично. И, в принципе, все. Ну, вот это я точно с собой не буду брать, потому что это бесполезная какая-то штука. Ну, как сказать? Ну, в дороге. Единственное, здесь еще можно, кстати... Хм... А могу я парочку батареи сделать? Ну-ка, давайте-ка мы сделаем еще две батареи. Тем самым увеличим свой... Своё накопление батареи, что ли. Так получается? Так, надеюсь, ресурсов хватит. Ну, если что, мы еще скрафтим. Так. Я уже выставил. Ну, и давайте разместим. Кстати, по поводу сундучков. Сундучков. Хм... Хм... Здесь где-то размещать сундучки? Хотя можно их... Эх! Было бы круто, если бы их вообще на колесах размещать. То есть, тем самым и место экономим, да? Как бы, и они очень близко получаются. Так, ну ладно. Раз здесь нет, вот сюда вот можно, кстати, вот так вот вообще разместить. Так-так-так-так-так. Три штуки прям поставить. Кстати, ну-ка. Вот так вот. К примеру. То есть, зубоков мы точно будем сюда доставать. Плюс, смотрите, что получается. Каждый сундучок... Оу, не хватает basic frame, по-моему. А, нет, хватает. Они у меня там, кстати, крафтятся, так что это не проблема. То есть, я могу сюда нажать, и я вижу... Или нет? А, нет. Здесь так не работает. Здесь... Вот видите, здесь один, да? То есть... Хм... Жалко. Вот один, как бы, сундук. Допустим, если посмотреть на мою базу, вот стоит три сундука рядышком, да? То есть... Они, видите... Стоп. Вот здесь... Хм... Ну, ладно. Хотя бы... Здесь хотя бы ближайшие замечаются, но... Странно. Здесь, допустим, такого... Такого не получилось. Такое чувство, как будто они... Вот видите, тут не замечаются, допустим, ближайшие. Ну, 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 в принципе, ладно. И так сойдет. Как бы, и нормально. Так, давайте с этой стороны тоже сделаем. И сейчас, кстати, кончаются у меня детали. Так, здесь спереди, в принципе, и все. Здесь будет именно кабина, да, какая-то часть. Блин, да включайтесь фонари. Ай, ладно. Не хотят включаться фонари, и черт с ними. Так, конечно же, вот эту часть мы установим куда-то вот назад. Мне нравится, что она сзади, можно, так сказать, отдохнуть. Любуюсь, так скажем. Так, не хватает частей. Короче, засыпать сзади автомобиля, наблюдая за природой, как она меняется, это прикольно. Так, единственное, что... Вот так вот, наверное, да, то есть, чтобы... Или... Пускай немножко... Нет, пускай так вот будет, реально. Потому что здесь мне нравится вид. Сзади вид нравится. Так, единственное, что, наверное, вот здесь вот блоки какие-то другие, может быть, нужно было поставить. Жалко, здесь закругленных по бокам нет. Вот так вот. Здесь мы давайте где-то еду установим. Наверное, вот тут же. Да, кстати, почему бы и нет? Прям вот так вот в длину будет установлено. Окей. Ах ты ж, деталей не хватает. Так, довольно-таки приличное время прошло. Я тут еще занимался кое-какими делами. Так, продолжаем, продолж... Микросхем-то я не наделал. Блин, всегда что-то забудешь. Продолжаем, продолжаем, потому что, как всегда, в него вовремя кончились определенные материалы. И продолжаем. Давайте достраиваем. Так, отлично. Что нам еще нужно? Нам, наверное, сюда нужно подключить в первую очередь топливо, да? Так что давайте возьмем пару батарей. Батарей, батарей. Так. Плюс я себе еще один... Еще один принтер большой сделал, установил, чтобы быстрее крафтить кое-какие предметы. Так, надеюсь, этого хватит. Так, сюда получается. И один обеспечиваем сюда. То есть, есть, включился, а этот у нас... Да, время пошло, тоже включился. Отлично. 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 Я здесь уже добавил кое-какие декорные моменты. Так что давайте переднюю часть. Займемся передней частью, потому что есть чем заняться. Так, в первую очередь, наверное, давайте вот этот блок поставим. И здесь вот как-нибудь, к примеру, вот что-нибудь типа такого соединим. Потому что, ну... Ну, а как еще, да? Я, честно говоря, пока что... Так, тут что-то как-то... Вот так вот. Окей, готово. Эту часть давайте, к примеру... Давайте поищем, к примеру, вот этот блок возьмем. Хотя даже можно вот этот блок. Кстати, вот этот-то получше будет. Ну-ка. А он, наверное, не в месяц, да? Ну-ка, пятерочку. На пятерочку, да? Как он у нас тут ставится? Теперь надо вот так, что ли, развернуть его. Блин, ну вот... Неудобно. Когда поворачиваешься, он тоже. Вот так вот можно было бы установить. Но тогда у нас передняя часть немножко ее нужно переделать, да? В принципе, ладно, не будем здесь нагромождать. Поэтому... Окей. Поэтому здесь сделаем просто вот так вот. И вот вы прям видите, да? Вы видите, как подвеска проседает. И за каждого блока, который я ставлю, подвеска чуть-чуть допроседает. Кстати, нет. Давайте вот уберем. Сейчас я решил по-другому сделать. Постройка любого устройства, она, конечно, занимает время. И самое главное, конечно же, воображение, ребят. Это прям таки, можно сказать, наиглавнейшая вещь в таких вот стройках. Так, готово. В принципе, готово. Здесь мы опять же закругляем. Но здесь нам вот так вот нужно. Так, так. Вот так вот. И... Вот так вот. Отлично. Такой бампер, я бы даже сказал, получается. Так, здесь. Спереди, спереди, спереди. А давайте подумаем. Тут надо что-то придумать такое поинтереснее. Нужен длинный такой вот этот блок, да? Берем его на шестерочку. Устанавливаем вот здесь вот так. Отлично. По крайней мере, точно... Точно будет так под кабину подходить. Кстати, в принципе, можно здесь... Нет. Нет, здесь мы так не будем делать, потому что это некрасиво. Берем пятерочку и... Нет, берем... Стоп. Пятерку. А-а-а! Все-все-все, я немножко запутался. Вот так вот. Здесь закругляем. Вот. Уже что-то такое вырисовывается. И здесь нужно... Буквально... Буквально вот... Вот. Так. Теперь вот... Вот так. Вот, отлично. Вот. И теперь же здесь тоже можно, в принципе... Ну, как бы... Ну, к примеру... На тройку. Вот так. Вот так вот и... Вот так вот. Отлично. Так. И, собственно, кабин... Ну, точнее, не кабин, а переднюю часть готова. Тут мы сейчас просто-напросто закруглим, к примеру. Ну, к примеру, можно... Блин, даже не знаю, как это сделать. Это лучше. Ай. Ладно, я понимаю, что вы такие, типа... А-а-а! Ну, вот так-то, так-то сделай. Или так-то, так-то сделай. У вас у всех есть варианты. Конечно же, заранее. Так. У меня один блок почему-то куда-то я делал. Так, на семерочку. Окей. Давайте вот здесь вот так вот сделаем. Жалко здесь, на самом деле, нету каких-нибудь, ну, поршней или еще что-нибудь такого. Это было бы интересно. Серьезно, Basic Frame кончились. Так, продолжаем. Продолжаем улучшать наше устройство. Ну, и, в принципе, наверное, здесь такой вот... По-хорошему вот так вот как-то надо закруглить. Может быть, это лишка? Не знаю. Сейчас посмотрим, посмотрим. Сейчас ничего не могу сказать. Здесь я еще добавил кое-какие декоративные моменты. И вот здесь вот, ну, не знаю, как улучшать или как украшать вот эту часть. Потому что, ну, вообще, стоит ли ее как-то улучшать или украшать. Плюс нам еще нужны 3D принтеры. Я только сейчас об этом вспомнил. Но 3D принтеры я бы, наверное, все-таки установил, знаете... Доступные с двух сторон. Наверное, как-то так. Поэтому давайте-ка мы вот так вот сделаем. Мы с двух сторон по два 3D принтера поставим. Через раз как раз-таки они идут. Вот так вот. То есть, чтобы я мог спокойно крафтить здесь предметы, не отходя, так скажем, от кассы. Смотрите, как подвеска уже проседает. Смотрите, как подвеска проседает. Ничего, это эксперимент. Это нормально. Мне, на самом деле, очень интересно, насколько же... Насколько же выносимо вообще. То есть, да? То есть, насколько она может вынести вот этот вот грузоподъемность, так скажем, да? То есть, вот это... В данном случае вот эта вот подвесочка. Потому что у меня уже, честно говоря, есть... Как сказать, как бы это выразиться? Другой план, да? Строительство. Так, здесь нет, не подходит этот блок. Мне подойдет вот этот блок, наверное, да? Так, сохранение. Да, отлично, отлично. И вот здесь вот так же нужно... Вот так вот сделаем. И возьмем, опять же, на четверочку. И вот так вот. И вот так вот развернуть. Вот, отлично. Так, теперь то же самое здесь проделываем. Готово. И, наверное, все-таки я здесь вот как-нибудь... Давайте вот хотя бы вот так вот сделаем, да? То есть, чтобы совсем уж... Ну, что ты? Оп. Оп. Так, здесь тоже сейчас закруглим. Чтобы совсем там уж... Пусто не было, так скажем. Ну же, давай, ставься. Знаете, какой-то нужно... То ли лифт, то ли какую-то платформу, на которой ты будешь вставать. Наверное... Наверное, я в будущем сделаю здесь не вот такую платформу, а чуть выше ее прямо заведу. И чтобы вот сверху можно было строить какие-то блоки. И здесь, с этой стороны, так же сделаю. Чтобы можно было заезжать. И как бы ты по верхней платформе, допустим, бегаешь и сверху прямо строишь так, допустим. Поближе только нужно будет как-то. Вот и все. И будет, наверное, правильно таким образом. Так, здесь на четверочку. И то же самое разворачиваем просто вот так вот. Закругляем. И да, конечно же, здесь можно было домик, наверное. Или кто-то подумал, может быть, я буду домик строить. Но нет. Ребят, слишком мало места. Для домика у меня припасена другая идея. Если это вообще возможно в этой игре. Что ж, давайте все построим. И все это реализуем в нормальный проект. Уже готовый. Ну что ж, ребят, в принципе, готово. Все готово. Единственное, я бы хотел вот на... О, вот забыл. Вот сюда вот еще бы фары поставить, которые бы светили по бокам. То есть освещая прям все вокруг. То есть ночью, чтобы вообще было все вокруг видно. Но так как даже вот эти фары почему-то не работают. Я не знаю уж почему. Ладно. Посмотрите, подвеска вообще просела на полную. Да, то есть давайте попытаемся сдвинуться с места. Просто посмотрите, как она вообще сейчас... Я смогу себе позволить сдвинуться с места. Точнее, мне даже интересно, повлиял ли вот... Повлиял ли этот вес как-то на скорость. Да нет, ребят, на скорость никак не повлиял. Я также еду с такой же скоростью. Это... Это хорошо. Единственное, я бы хотел, конечно, чтобы разработчики добавили блоки не бронированные, а просто... Ну, наверное, бронированные когда-то пригодятся. Потому что, допустим, если мы выходим из аппарата и смотрим на блоки, здесь армор, да? Везде написано, каждый блок это типа бронированный блок. О, кстати, вот заднюю часть я не сделал красивый, кстати. Все, исправил. Так вот, если блоки не будут нести броню, а будут нести чисто декоративный характер, то можно как-то украсить свое устройство чисто блоками. И чтобы они не нагружали наше устройство. Ладно. Конечно, очень много лишнего я добавляю вот здесь, этого не нужно. Я бы и сюда еще понаставлял, но это уж чересчур. Что мы первое попытаемся сделать? Давайте увеличим подвесочку. Подвесочку увеличим, допустим... Нет, это скорость. Это я не на то навожу. Так, это тоже не то. Вот так вот, наверное, да? Вот. Оп. Есть. Оп. Есть. Прямо вот видно, как приподнимается подвеска. Конечно, управление подвеской здесь, это что-то. Это что-то реально. Оп. Я вообще люблю вот эту работу подвески, да, вот колес, да, то есть какую-то проходимость. Я очень люблю в играх подобные вещи, и здесь меня просто радует. Так, и передняя часть, конечно же, тяжелее, прям видно. Видно, что просчитает. Но, блин, он симпатичный. Единственное, что жалко, цвет блоков нельзя менять. Вот это вот, конечно, фигово. Но, в принципе, все устройство готово. Можно отправляться куда угодно. Все блоки работают. Проходимость, ну, мы уже проверяли. Ну, и как бы, я, наверное... Кстати, вот, чем и нужно заняться. Я, наверное, отправлюсь на север. Мне нужно ледяной биом, чтобы добыть себе блоки определенные. Я не все могу скрафтить, не хватило на кое-что. Но, если говорить о серебре, допустим, или еще каких-то таких вещах, то оно больше и не нужно. Серебро для меня нужно было только для того, чтобы сделать вот себе ствол, да, и, ну, новое оружие. Так, кстати, вот яма довольно-таки большая, но ее лучше объехать все-таки. Но я спокойно могу себе позволить проехать по краю. Так вот, и для того, чтобы вот эту броню себе скрафтить, не хватило только... А, на джетпак не хватило, а вот на броню как раз-таки не хватило. И вот, собственно говоря, осталось ее докрафтить, а для этого нужен там какой-то... Какой-то не серебро, а какой-то другой материал. И его я как раз и буду добывать, ну, поеду за ним. Ну, а на этом я буду заканчивать. Всем всего удачи, ребят, и пока.